Всем привет! Сегодня я в видео опять со Станиславом Чернышевым. Здравствуй, Станислав. Привет! И мы находимся в школе. Где находится школа? В центре Санкт-Петербурга, на Загородном проспекте, недалеко от музея Достоевского и района 5 углов. И у нас сегодня такие замечательные новости. У Станислава Чернышева и у Аллы Чернышевой вышла новая книга «Поехали!». Возможно, вы знаете старую книгу «Поехали!» один. Сколько лет ей уже? Восемнадцать? Девятнадцать, если я правильно помню. И продано как минимум семнадцать изданий этой книги полностью. Больше её не найти. Сейчас это библиографическая редкость. Очень круто. То есть в магазинах её уже не найти? То есть она не продаётся? Насколько я знаю, больше нет. Семнадцать изданий продано стопроцентно. И сегодня мы поговорим о новой версии этой книги. То есть «Поехали!» один. Станислав, расскажите, пожалуйста, что в ней такого крутого? Насколько это другая книга? Или это просто та же версия, но с цветными картинками? Да, с цветными картинками. Это правда. Я покажу картинки. Знаете, сначала, два-три года назад мы решили просто обновить, освежить «Поехали!». Потому что когда первый «Поехали!» вышел, он был крут, потому что он был современным. Тогда большинство учебников были такие старые, в советской стилистике ещё. И он был современным и актуальным. Но нельзя оставаться актуальным 20 лет, если ты не меняешься. Правда? За 20 лет изменилось всё. Изменилась техника, изменилась наша жизнь, изменилась наша страна. И даже русский язык изменился. Конечно. Поэтому мы решили написать новую версию. И эта работа оказалась такой интересной, что никак не могли остановиться. И написали просто новую книгу. Более того, 600 страниц новой книги. В результате получилось два тома. То есть это первый, да? Это первый том. А ещё книга и рабочая тетрадь. Значит, например, здесь в первой книге 170 страниц примерно, в рабочей тетради 150. И ещё выйдет второй том книги и второй том рабочей тетради. Видите? То есть реально 600 страниц нового текста. То есть сразу я вижу главное различие для меня, это то, что здесь учебник плюс рабочая тетрадь. А раньше это было просто учебник. Да. Раньше всё было вместе. То есть сейчас правильно понимаю, что, например, если мы изучаем какую-то тему, например, творительный падеж, то в рабочей тетради теперь больше заданий на отработку этой темы? Да. Как получилось? Видите? Я спрашивал преподавателей, все знают, я достаточно активно в Фейсбуке общаюсь с преподавателями. Я спрашивал несколько раз, что вы хотите видеть в новом Поехали? И что отвечали преподаватели? Мы хотим больше текстов, мы хотим больше упражнений, мы хотим больше диалогов, мы хотим больше аудиозаданий. И вот пришлось всего сделать больше. Да, да, да. Поэтому Поехали очень вырос. Ну, расскажите, что же там внутри, насколько там что-то такое интересное и совсем новое по сравнению со старой? Ну, во-первых, совсем новое, это мой соавтор Алла, с которой мы вместе написали Поехали 2-1 и Поехали 2-2, она в полной мере работала над этим новым Первым Поехали, да. У нее уже большой опыт и преподавания, и написания материалов, и мы это все сделали вместе. Поэтому, если кому-то нравился вот этот особенный стиль в Поехали 2, да, там есть ее характер тоже, и значит, вам понравится Поехали 1-1, я часто говорю, что Поехали 1-1, это как Поехали 2, только 1-й. Хорошо. Конечно, у него цветные картинки, полноцветная печать. Вот, можно хорошо увидеть, например, это на страницах 17, вот такие есть рисунки цветные, яркие цветные картинки, фотографии и художника, и картинки, и фото, да. Потом, что осталось? Остался наш принцип, да, сделать учебник таким коммуникативным, разговорным, но в то же время очень системно давать грамматику, потому что, к сожалению, я считаю, я часто говорю об этом, в РКИ есть две тенденции. Или делают разговорные учебники, где грамматика дается без системы, или делают грамматически ориентированные учебники, где студенты не говорят, и манера немного скучная, да. Мы стараемся все время комбинировать внимание к грамматике и коммуникативность. Из внимания к грамматике, ну вот, можно увидеть, например, на 68-й странице, как мы даем в и на предлоги, да. Это сложная тема, все знают. Мы постарались найти систему и дать ее. Сохранились герои, это семья Дубовых, их друг Свен, которых все знают, потому что многим они понравились. Сохранился наш марсианин, у него вот новый вид и новые приключения. Сохранился старый любимый герой, любимые герои, поэт и бухгалтер, да. Мы даже оставили, знаете, для любителей старого «Поехали» некоторые фрагменты, которые, как я знаю, были любимыми у студентов и преподавателей. Они сделаны так в стиле ретро, со старыми картинками, старым текстом, как элементы старого учебника. Приятный на ощупь, все равно чувствуется по-другому. Да, да, бумага лучше. Очень хорошая бумага. Спасибо издательству «Златоуст». Есть какие-то новые герои, особенно в рабочей тетради появились, у нас больше персонажей. У нас появился, например, кот для любителей котов. У меня собака, но я знаю, что есть много любителей котов и в Петербурге, и в других городах и странах. И появился кот из новых персонажей. Или любимый многими чебурашка. Как может быть русский язык без чебурашки, да? Вот он тоже теперь есть в «Поехали». Раньше не было. Да, чебурашка – это такое прямо. Старые герои сохранились. Из новостей. Больше интересных разговорных элементов в «Новом Поехали». Например, когда мы говорим о времени. Несмотря на то, что это самое начало, да? Да, но тем не менее, когда мы говорим о времени, например, мы даем такие слова, как «хватит» и «пора». Да, там «хватит спать», «пора работать». Или «хватит работать», «пора обедать». Этого не было, да? Этого не было. В «Первом Поехали» и мы таких вещей больше включили в «Новый». Более разговорных. Да. Раньше даем, например, «можно» и «нельзя». Это очень полезные слова. Раньше они появлялись только с дативом, были. А сейчас «можно» и «нельзя» даются просто, чтобы повторить глаголы с глаголами, и потому что они нужны для жизни, да? И уже есть с ними разговорные задания. Например, много красивых картинок, и нужно сказать, что можно, что нельзя, а что надо делать в ресторане, в армии, в кинотеатре, в аэропорту. В разных ситуациях можно хорошо поговорить на уроке. Вообще он стал еще более разговорным, я думаю. Очень удачная идея, по-моему, в том, что мы, например, когда даем прилагательные, новый, красивый, старый. Это вообще непростая тема, как знают все преподаватели, потому что много новых слов и очень сложная грамматика, да? Почему красивый, но последний, но большой, молодой. Мы сразу с прилагательными в этом учебнике дали суперлятив, самый, потому что он в русском языке очень простой. И это получилось очень интересно, потому что студенты могут сразу много разговаривать. Какой город самый красивый? Кто самый богатый человек сейчас? Какой язык самый трудный или самый легкий? Какая профессия самая интересная? Здесь получается очень интересный живой разговор. До этого я никогда не имел возможности так интересно и живо работать с этой темой, да? Мне кажется, мы просто изменили тему прилагательные этим уроком. А что касается аудио, здесь больше аудиоматериалов, чем в старой версии? Да, первый поехали, конечно, был неплохой учебник, но аудио, это было его слабое место. Его было мало. Я могу признаться. Его было мало и оно было очень примитивное. Просто на диске были записаны тексты и диалоги, которые есть в учебнике. В новом поехали, все абсолютно по-другому. Здесь аудио очень современное. Есть аудио много, есть аудио для учебника и аудио для рабочей тетради тоже. Они на дисках, да? Нет, больше никаких дисков. Знаете, вот у меня, например, новый макбук, туда нельзя вставить диск. У меня тоже диски не вставят. А потом диски ломаются, теряются, царапаются. Пересылать через границу не всегда легко диски, да? Тоже может быть проблема. И как тогда аудио? Аудио можно будет скачивать из интернета. Аудио файлы, да? Не диски, не флешки, как я видел, не немцы сейчас издают книги. У нас можно будет купить доступ к файлам в интернете, и там будет аудио, которое всегда с тобой. Если я покупаю книгу в магазине сейчас, например, в книжном магазине, то мне где-то какой-то доступ дают для аудио? У издательства можно будет купить доступ к аудио, как раньше можно было купить диск. Но это аудио, оно всегда с вами, да? Если вы его забыли дома, пришли на урок, и там есть Wi-Fi, вы можете всегда получить это аудио снова. Да, это удобно. Да, это очень удобно и очень современно, мне кажется. Мы все переходим на облачные технологии. И я надеюсь, что поехали всегда был и остается таким современным учебником, и мы используем современные технологии тоже. Кстати, чтобы работать с новым поехали, тоже нужно использовать много современных технологий. Например, есть задания на работу с интернетом, работу с там с фейсбуком, с инстаграмом, с гугл-картами, да? Ну, например, вот в рабочей тетради в самом начале есть задания. Работа с инстаграмом, это как? Ну, какие-то показать фотографии или комментировать, да? Вот в рабочей тетради есть простые слова. Где банк? Вот он. Где отель? Вот он, да? Где аптека? Вот она. Да. И нужно найти свой город в гугл-картах и показать другим, где у тебя в городе находятся все эти объекты. Да, но уже прямо и реальная жизнь, и виртуальный мир входят в курс, начиная с первых уроков. Здорово. Потом, ну, мне очень нравятся некоторые иллюстрации, да, новые. Мы старались сделать много иллюстраций, и они такие живые и интересные. Как пример, сложная вещь, глаголы «мочь» и «уметь». Мне кажется, после этих простых картинок каждый студент интуитивно понимает разницу. Да, да, да. Потому что во многих языках это один глагол, правда? А в русском разные. Здесь мы видим, вот это может, а это умеет. Здорово. В школе вашей вы занимаетесь сейчас только по этому учебнику? У вас он как основа? Мы не секта, да, поэтому у нас есть несколько авторов разных учебников, работают в школе. Но базовую у нас этот, конечно, да, и новый очень нам нравится. Вообще, когда я работал над ним до публикации, я, конечно, уже начинал преподавать по этому учебнику, потому что все наши книги сначала очень долго проверяются в работе в школе. На индивидуальных курсах, на групповых, со студентами из разных стран. И есть такой известный дирижер современный, оперный, симфонический в Европе. Он главный дирижер оркестра BBC сейчас. Он был первым студентом, который выучил по скайпу со мной русский язык. Это вы про него рассказывали, по-моему, в прошлом видео, ну, в старом видео. Да, вот он первый студент, который выучил русский язык полностью по-новому поехали. Это был просто турбокурс. Результат такой, что он сейчас дает интервью на русском языке. Серьезно. Круто. Мы стараемся все время включить эмоции студентов, чтобы помочь запомнить материал. Мы все знаем, что эмоциональная память – это один из важных инструментов в работе преподавателя со студентами. И поэтому даже в самых простых вещах, когда мы, например, изучаем продукты, мы не просто берем список продуктов, хотя он очень красивый, но мы сразу смотрим на продукты и рассказываем, что я ем часто, что редко, что не ем никогда, что полезно есть, что вредно. Я знаю, Анастасия, вы можете много об этом рассказать. Да, ну мы, пожалуй, расскажем это в другом видео. Да. Ну, можете использовать картинки. Да, да. Я вижу много полезных продуктов. Это хорошо. Хорошо. И даже, например, вместо словаря новых слов в конце урока, которые иногда есть в учебнике, иногда нет, меня многие просили сделать словарик новых слов после каждого урока. Но мне кажется, мы нашли новое интересное решение. В рабочей тетради студенты сами могут написать словарик новых слов после каждого урока. Слова, которые они считают новыми, важными, слова, которые им понравились. Для этого есть место, да? Для этого есть место, но они делят их еще на две категории. Новые слова, которые им понравились, и новые слова, которые им не понравились. Например, сложные. Например, сложные или связанные с чем-то неприятным, или которые трудно произнести, да? Но это включает эмоциональную память, да, и личное отношение, и заставляет еще раз не переписать их автоматически, да, а задуматься, что они значат, понять каждое слово. Подумать, как я, что я чувствую, да, когда говорю или пишу его. И нам кажется, что это будет очень эффективным. Интересно. Это должно помочь, да, такого никто не делал. И много других вещей, мне кажется, никто не делал раньше, которые мы использовали здесь. В учебнике теперь почти нет грамматических заданий, классических таких, знаете, грамматические упражнения теперь в тетради. А в учебнике даже грамматика дается на разговорных ситуациях, да? Если мы берем там акузатив, например, да, то студенты должны спросить друг друга и рассказать друг другу, что они слушают и не слушают, смотрят и не смотрят, читают и не читают, любят или не любят, да? Покупают часто или редко. Мы дали просто слова и коммуникативную ситуацию. А такая традиционная грамматическая работа, она ушла в тетрадь, да? Да, это логично. Потому что на уроке надо говорить, а не писать. Спасибо большое. Мы со Станиславом приготовили для вас небольшой сюрприз. Конечно. Мы хотим отправить нашим активным зрителям и нашим активным подписчикам в Инстаграме и на Ютюбе два комплекта открыток. Один от меня, один от Станислава. Открытки из Петербурга. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно оставить здесь комментарий под этим видео на Ютюбе и написать, почему вы бы хотели приехать в Петербург, почему вы изучаете русский язык. Напишите небольшой комментарий. У нас ведь еще есть видео о Петербурге, правда? Да, да, и будет еще. Да. А также обязательно оставьте ваш Инстаграм, имя в Инстаграме, чтобы я могла найти вас и связаться в Инстаграме, написать вам сообщение о том, если вы выиграли. Значит, подписаться на два Инстаграма, оставить комментарий в видео. Да, и в комментарии обязательно отметить ваш аккаунт в Инстаграме, чтобы я смогла с вами связаться. Ну и, наконец, книги. Первый том уже можно купить в издательстве «Златоуст», и он идет в книжные магазины разных стран уже. Второй том, вторая часть выйдет в феврале, но если вы купите курс русского языка в Петербурге, закажете курс в моей школе до первого февраля, вы получите бесплатно учебники «Поехали!» новые с автографами авторов. Очень круто. Да, ну и большое спасибо. Всегда приятно поговорить с вами, Анастасия. Это ваши... Да вы что? Как приятно! Спасибо большое. Я надеюсь, я буду... Подпишу. С автографом будет, да? Конечно. А Алла? Придется прийти еще раз. Когда будем снимать видео про вторую часть? Спасибо большое. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. А также отправляйте друзьям, если вы знаете, что они планируют поездку в Россию, чтобы изучать русский язык. Спасибо. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»